Сколько раз в неделю нужно качать пресс, чтобы кубики были? Если честно, я вообще его не качаю. Они сами так у меня поддерживаются. Поддерживаются и выделяются. Кубики есть, выносливость тоже. Поверим на слово и проверим на деле. В уголовно-исполнительной системе Алексей Откидыч служит 9 лет. Ежедневно оттачивает боевую подготовку, чтобы в случае бунта в колонии мгновенно пресечь. А еще исполняет мечты особенных малышей. Катает их на БТР, показывает, как обезоруживать беглецов. В нашей стране очень много таких детей. И надо давать им возможность, чтобы они были полноценными, не чувствовали себя чем-то обделенными. Каждый по возможности может помочь таким детям в развитии, чтобы они продолжали жить и радоваться этой жизни. От тяжелой работы к легким па. После боевой подготовки Алексей отправляется на паркет. Кружит в вальсе партнершу. Пара готовится ко всероссийскому конкурсу «Виват офицеры». Когда вальсируешь, какие ощущения в процессе? О, это жесткие ощущения. Когда я танцую, я чувствую себя свободно. Свободно, раскованно. Когда человек раскован и свободен, он от этого получает удовольствие, наслаждение жизнью. Опыт у Алексея имеется. С первого класса занимался русскими народными танцами. Венский вальс покоряется легко. Жюри из Москвы определяло 12 лучших из всех регионов нашей страны. И вот я вошел в 12 лучших. Теперь буду представлять честь Алтайского края на финальном конкурсе в городе Казани. Турнир стартует в понедельник, 5 июня. И продлится 5 дней. В планах у Алексея выложиться на все 100%. В первом месте боец уверен и уже подготовил победный репертуар. От души я на весь самолет спою. Славься, отечество наше. Валентина Аскерова, Егор Волков. День с толком.